Вот уже три с половиной десятилетия отделяют нас от того апрельского дня, когда случилась одна из самых страшных техногенных катастроф в мире – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Но на пути из вышедшего из-под контроля мирного атома встали мужественные люди. Именно благодаря им удалось свести последствия аварии к минимуму. Есть такие люди и в Славянском районе. 26 апреля 1986 года произошла серьезнейшая в истории ядерной энергетики авария. Тепловым взрывом был разрушен четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. А атмосфера была загрязнена огромным количеством радиоактивных веществ. Первые сообщения об аварии появились только через два дня после трагедии. Властям тяжело было признать опасность всего произошедшего. В воздух попало большое количество вредных веществ. Более 8 миллионов советских граждан подверглись излучению. Среди тех, кто устранял последствия аварии, были и славянцы. Основная задача, которая стояла перед ликвидаторами – дезактивация территории. Это касалось не только самой станции, но и близлежащих населенных пунктов. Можно сказать, все вокруг атомной электростанции отмывали от радиации. После каждого посещения зараженной местности им нужно было полностью менять комплект одежды. При этом они работали посменно. Через 35 лет после аварии славянские чернобыльцы были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района, который сердечно поблагодарил их за то, что они преградили путь распространению радиации. Вам приходилось заниматься ликвидацией. Многих ваших товарищей и друзей уже сегодня нет в живых, потому что мы понимаем, что это все непросто и так произошло. Поэтому я хотел бы вам сказать большое спасибо за то, что были неравнодушны, оказались именно в очаге эпицентра этого, помогали людям. Тогда еще это была одна общая большая страна. Произошло то, что произошло. Поэтому вам большое спасибо. Здоровья вам, мира, добра. Председатель Славянского районного отделения Союза Чернобыля России Василий Боровиков старается не так часто вспоминать те события, когда решался вопрос о жизни и смерти многих людей. Он не побоялся принять участие в ликвидации последствий катастрофы. Сорок лет мне было тогда. Когда оттуда пришел, конечно, часто вспоминал. Это, наверное, всем присуще. А с годами оно забывается и не так часто вспоминаешь. Но нам что приятно в данном случае, что администрация не забывает о том, что есть такая категория, как чернобыльцы. Наши все нуждающиеся в жилье, жилье получили. На сегодняшний день таких нет. Наша организация существует с 91-го года. Я первый и до сегодняшнего дня председатель. Медалью «35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и памятными подарками были награждены все собравшиеся». Затем они возложили цветы к памятной стели, где есть надпись землякам-чернобыльцам. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Василий Иваницкий, который 45 раз побывал на станции, встретил там свой 33-й день рождения. Я второй раз выехал на станцию и мне там отпраздновал вот таким образом свой день рождения. Ну а всего выездов на станцию у меня 45 выездов. Просто пошли и все. Мы все принимали присягу Советскому Союзу и поэтому мы просто выполнили свой долг, я так считаю. И не только я, я думаю, так считают все. Мы об этом как-то не думали, что это подвиг какой-то там. Просто мы выполнили свой долг, резервисты. Вот и все. Я был от минус 15, это подвал, подводящие трубы к станции, и до плюс 65, это крыша потолок. Однажды даже был на крыше, на самой крыше. Сколько бы лет не прошло с того времени, в памяти народа сохранятся самоотверженности, мужество ликвидаторов аварии. Ведь благодаря им смогли выжить миллионы людей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.